Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Мне когда говорят, что ты какой-то навороченный, я говорю, я не совсем навороченный, но тем не менее 2 раза меня в Советском Союзе, в городе Магнитогорске, я был лучшим членцом города Магнитогорска. Если вы не слышали, доверяете мне, поверьте мне, это было. Советский Союз. Место было хорошее, красивое и, в общем-то, интересное. Ну, в связи с тем, что вы возвращаетесь где и смотрите мой сюжет по каналу Автостоп, мы сегодня чуть-чуть расскажем об истории вопроса. Об истории вопроса и об истории обмана. А, давайте все-таки история вопроса, к чему мы говорим, раз это все-таки Автостоп, откуда все это дело появилось. И давайте определимся, когда хорошие машины закончились. Так вот, хорошие машины закончились где-то примерно в 1995 году, а после перестали выпускаться нормальные машины. То есть, нам же не нужно было бы, чтобы вы ездили на машины бесконечно долго, красиво и ровно, а машины бы не ломались. Хотя, в принципе, в свое время Форд так и говорил, машины должны ремонтироваться. Слово о том, что я езжу на Форде, естественно. Первоначально он мне очень сильно нравился, и я ездил, тогда еще у нас их не было, естественно. Тогда я только-только купил 999, 99-ка, да-да-да, серебряные, серебро было, называется Снежная Королева. Их не было в 1997 году, до этого они появились, потом они испарились, и вот я первый вариант привез именно с Тольятти. И после этого мы поехали куда-куда, поехали в Америку, и там уже ездили на недорогих, абсолютно дешевых машинах. И, в принципе, мы когда говорим про дешевые машины, то есть, у Джона была машина, которую он купил за 500 долларов, а жене он купил машину за 700 долларов, и там были по полной программе электропакеты, стекловые пикеты и все остальное. Что это такое? О-о-о, как все интересно, да-да-да. Это называется микрофончик немножко. Навернулся, но я его, наверное, прихватил. Вы не думаете, что я ничего не буду стыковать? И стыковки это не для меня, естественно. И когда мы ездили в этой дивной Америке, естественно, я сразу понял, о чем идет речь, потому что перед тем, как поехать в Америку, я понял, что туда как бы дорога нам не сильно хороша, потому что до этого момента я работал на Соловьева, где-то был губернатор, к сожалению, он проиграл в Сумину, но и то, и другое было очень неплохо, потому что Сумин не давал возможности нам, точнее, давал возможности там ездить. Я ездил на счет на Мерседесе, платил за него 19 тысяч рублей. А потом уже пришел другой человек, и уже стало оказывается, что у нас с деньгами все оказывается в порядке, и мы могли бы как москвичи платить. Но это уже отдельная тема, разговор не про это. То есть мы приехали в Америку, посмотрели, и, естественно, он брал в прокат другие машины, а после того, как мы приехали в Америку, я уже здесь купил другую машину, потом ее поменял, купил Форда. И вот есть такой маленький нюанс. На этом Форде, когда вы открываете люк, куда вы заливаете бензин, на этой машине был вопрос, а вы не проверили бы масло на всякие-то случаи? Вот, 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 вот сейчас мы отсюда и начнем вам немножко объяснять нашу жизненную суть. Что такое масло, что такое бензин, что такое солярка? И откуда здесь все так уберется? И когда вам начинают по ушам проезжать различные рекламные кампании, выкиньте все это из головы. То есть берется, что? Берется наша любимая нефть. И они сильно-сильно качают, вот они качают, 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 а потом куда все это нефть перегоняется? В кубе. Так вот этот куб нагревается, а потом уже идет остывание. Да-да-да-да-да-да. Той самой нефти, которая уже идет в процесс переработки. И не думайте, что что-то поменялось. Ничего нахрен не поменялось, как оно было, так оно и есть и с той же самой категорией вопроса. То есть в топе. Это у нас соточка, потом идет 98-й, 95-й, 92-й. Там не сильно много. И оно стекает. Потом уже идет что? Потом уже идет мазут. Это уже в самом ниде идет мазут. Но перед этим, естественно, идет-идет-идет. То есть сначала идет топ, вверх. Потом уже идет солярка. Понимаете, да? А потом уже идет более густая... Более густое. И это называется масло. А уже потом идет, ну, такой, не пришей кобыль и хвост. Называется мазут. Вы не думаете, что это что-то поменялось. Нет-нет-нет-нет-нет. Это стандартная процедура переработки нефти. Ясно, да? То есть когда мне будут говорить, что масло стоит каких-то космических денег, я начну смеяться. Потому что я буду смеяться над вами. Те люди, которые нас решили обмануть. Да-да-да-да-да. Вы думаете, что масло производится мало? Бред силой кобыла. Ровно столько же, сколько получается и солярки, и мазута, и бензина. Ровно столько же. Потому что это процедура переработки нефти. И когда мне начинают говорить, что масло каких-то денег космических стоит, я вам говорю, а, вот теперь вопрос. Вы помните то, что я вам рассказал? Так вот, я вам рассказал о наших дивных сюжетах. Я имею в виду оптовые цены мяса. Помните, да? То есть оптовые цены мяса, примерные, охлажденные, они получают 117 рублей. И это находится прямо передо мной. Да-да-да-да-да. Почему я говорю? Что нас не только обманывают производители, нас обманывают наши же товарищи. То есть наши товарищи, которые продают мясо по другой цене, приехали к этому товарищу и сказали, а что это такое? А что это такое? А почему ты опустил ценники? Потому что я там купил замороженное мясо, замороженную свинину. Разница. Ее просто заморозили. Всего по 99 рублей. Но сегодня они сейчас на цене какие приподняли. Хотя в любом случае проще покупать дешевле. Что мы находим и где мы находимся? Мои добра цен. Помните, да? Бензин, солярка, масло и мазут. Бензин, солярка, масло и мазут. Это все делается в одной структуре по перегонке нефти. Не понимаете? Понимать надо. Если уж совсем не доезжаете, ну, в Википедии посмотреть, как все это делается, ничего сложного нет. То есть бензин, солярка, масло и мазут стоят каких-то космических и геологических денег. Ладно, еще мазут он стоит копейки. Реально. Ну, в принципе, можно отапливать. Это не сложности. Но раньше солярка стоила дешевле, чем бензин. Не в курсе быть и зря. Потому что вы не помните Советский Союз. Я-то его помню. А масло. Ну, масло. Ну, что это такое? Оно также производится. И теперь мы что сделали? Теперь у нас самый топ, самый топ, самый топ-топ-топ-топ-топ. Так что у нас? У нас сейчас масло стоит космос! 6 тысяч рублей. За что платить? Объясните мне. Я вам говорил. В Ford было написано, проверьте масло. То есть, в принципе, была такая очень хорошая штука, подозревать Unicor 76. Она продавала масло. И масло это стоило реальные копейки. То есть, в Америке вы можете спокойненько долить масло на заправке. Это не будет стоить никаких космических денег. Это нормальное явление. А теперь другой вопрос. Вы поняли, да? Что касаемо, куда я приехал. Так вот, я здесь взял те самые 4 литра масла. Цена. Вах-вах-вах-вах-вах-вах. 760 рублей. Это еще, что они поимели некоторые денежки. И теперь, что я сюда приехал. Вот, я здесь купил 5 литров моего любимого антифриза. Потому что машина немножко подтекает, естественно. Цена вопрос. 5 литров антифриза. Даже невзирая на то, что здесь люди деньги заработали, они здесь стоят всего 300 рублей. А проехав немножко, чуть-чуть дальше, вы поймете, что вас просто имеют. Имеют просто везде и всюду. И здесь. А, а не только там. Вас и здесь имеют. И вот это имение ваше здешнее, мне оно вообще не нравится. Я противник этого дела. Я бы, конечно, очень сильно хотел, чтобы к нам приехал тот человек, который сделал из-за того, что было, социализм. Если бы Лукашенко к нам приехал и дал всем люлей, то ценники были бы на все в разы дешевле. Потому что максимальная наценка 25%. Ну, про это уже никто не думает. Они назначают ценники для себя, имея вас. Нужно ли вам это? Мне нет. И именно поэтому я выбираю любимое мною качество. А качество масла, которое я здесь купил, это обыкновенный Газпром. Качественное масло. Но цена, но цена, цена. Даже не 2000 рублей, а всего лишь 10W40. Полусинтетика стоит 760 рублей. 760 рублей. Теперь, когда начинается синтетика, полусинтетика, всякая-то остальная хрень, я вам еще раз говорю, это ни с чего не производится из-за разряда вау, крутизна, мы что-то будем перерабатывать. Туда добавляются просто добавки. И вот и получается у вас из обыкновенного масла, типа синтетическое масло, это просто добавки. Добавили туда одну штучку, получается, да? И в итоге это масло, ну, перестало настолько сильно замерзать. И вот у него уже получается 0W20. Ну, или там, из той же оперы, понимаете? Просто сделали, да, бабочку. Оно стало более ядским. Ну, или, в общем, когда вас имеют, мне это очень сильно не нравится. Я противник этого дела. Вы меня понимать должны.